К концу февраля 2000-го боевики, отступая из Грозного, пытались выйти из окружения через Аргунское ущелье. По данным из различных источников, федеральные войска блокировали здесь крупную группировку бандитов. Противника обложили со всех сторон. На высоты в Аргунском ущелье высадились несколько подразделений десантников. Под террористом наносила удары авиация. План бандитов был таков – прорваться через ущелье и скрыться в Дагестане. Десантники 6-й роты 104-го полка разместились на высоте 776, но закрепиться и окопаться не успели. Отряд боевиков численностью в 2500 человек, состоящий из элитных наемников-арабов под руководством полевого командира Хаттаба, нанесли удар. Военные действия начались 29 февраля, а к утру 1 марта большинство наших солдат погибло. У обороняющихся больше не было ресурсов, чтобы сдерживать боевиков. И подполковник Евтюхин, командовавший боем, вызвал огонь артиллерии на себя. Ценой собственной жизни десантники 6-й роты остановили прорыв в бандформировании из Аргунского ущелья. В живых осталось только шесть бойцов. Они выполнили главную задачу. Они выиграли время для того, чтобы главные силы могли закрыть все ущелья, выходы из этого котла, куда попали бандиты. И ценой своей жизни, проявив мужество и героизм, они выполнили задачу до конца. Ни один не ушел с этой высоты ценой своей жизни. В траурной панихиде в честь погибших десантников, которая состоялась в часовне на территории войской части 4515, приняли участие представители общественных организаций, Содружества ветеранов Афганистана и Чечни, инвалиды войны, участники военных локальных конфликтов. Протеерей, настоятель храма преподобного Серафима Саровского, отец Александр провел молебен. Это вечная ваша память, достопрожение отцы и братья наши, воины, десантники, ворудки, мы решили жизнь свою положившую. Сегодняшний молебен и наше присутствие в память о тех, кому мы обязаны. Обязаны своей жизнью, потому что ничего не происходит в этой жизни просто так. Если кто-то гибнет там, значит кто-то выживает здесь. Почтим память бойцов. Каждый год мы приходим сюда, поминаем добрыми словами их, да. И сегодня такой день прощения. Наверное, хочется попросить прощения у этих ребят, нас простите. Ну вот вы там на небесах, что не смогли мы, не смогли. Простите нас. В шестой роте служило 13 офицеров, остальные сержанты и рядовые. Большинство военнослужащие срочной службы. За мужество 22 десантникам присвоили звание Героя России. 21 посмертно. Орденом мужества награждены 68 солдат и офицеров. 63 посмертно. В память о подвиге героев был создан фильм «Грозовые ворота», в котором полностью реконструированы события того боя. Руслан Душевский, Анапа, регион.